Всем привет, меня зовут Роман и это мой канал о хоккее. Сегодня ночью еще две команды вышли во второй раунд Кубка Стэнли. Это стали командой New York Islanders и Dallas Stars. В матче между Dallas Stars и Calgary Flames случилось поистине историческое событие. В этой игре российский форвард Денис Гурьянов забросил 4 шайбы и оформил таким образом покер. Историческим это стало потому, что никому прежде из российских игроков, какими бы звездными они не были, этого не удавалось. У меня история Дениса Гурьянова началась на молодежном чемпионате мира в 2017 году. Тогда сборная России под руководством теперешнего тренера сборной ИСКА Валерия Брагина проиграла полуфинал американцам и в матче за третье место Денис Гурьянов в овертайме забросил победную шайбу. Почему история началась именно тогда? Вот из-за этого видео. Давайте посмотрим. Молодчик! Не зря, не зря. Знаешь, стоял вопрос. Я, блядь, поверю. Молодчик, спасибо. И тебе спасибо. Удачи. Развивайся. Молодец, я смотрю, стал работать. Над руками работай. Понял? Давай. Как выяснилось, оказывается, Денис Гурьянов был под вопросом. Точнее, его приглашение в эту молодежную сборную было под большим вопросом, о чем Валерий Брагин ему лично и сказал. И он в него поверил. И таким образом, в этом сезоне Денис Гурьянов, пройдя через все тернии, значит, к звездам, бывалый Вахаэл, казалось уже, что все, его карьера загублена. Но в этом сезоне он забросил 20 шайб. И это при живых Тайлере Сегине, Джейми Бенни, Александре Радулове и прочих. И Джо Павелски. Он стал лучшим снайпером этой команды. В сегодняшнем матче Калгари вел 3-0. И в итоге Даллас выиграл 7-3, а Гурьянов забросил 4 шайбы, как я уже говорил ранее. Выдающийся результат для нашего игрока. И я считаю, что это очень здорово, что наши игроки, у которых, возможно, поначалу были не такие серьезные шансы заиграть в НХЛ, все-таки пробиваются, через нижние звенья поднимаются и становятся такими звездами. Я считаю, что Гурьянов для будущей сборной России уже является основным игроком. И я надеюсь, что в будущем и в следующем сезоне он будет только прогрессировать. А в этом плей-офф он еще не раз покажет себя. Даллас в этом плей-офф вообще молодцы. Они проигрывали в серии 0-2 и сумели выиграть 4 игры подряд. Это имеет значение, особенно в контексте нашей следующей темы, темы Вашингтона. Катим дальше и подходим, как я уже сказал, к теме Вашингтон Кэпиталс, которые все-таки уступили в пятом матче и уступили совершенно безвольно. 4-0. Правда, там две шайбы были в пустые ворота, но так или иначе не удалось забить. И все те проблемы, которые мы обсуждали два выпуска назад, они все-таки имели место быть. И, к сожалению, Вашингтон ничего не смог сделать. И результатом серии стало то, что... Вы можете себе представить, что у Вашингтона только три игрока забрасывали шайбы в этой серии. Александр Овечкин, который забросил четыре шайбы. Евгений Кузнецов, который забросил две шайбы. И Ти Джей Оши, который тоже забросил две шайбы. Все остальные игроки Вашингтона вместе взятые забросили ноль шайб. Соответственно, какой можно сделать вывод? Рассчитывать на что-то. Было не то, чтобы напрасно, но команда должна играть целиком. На двух-трех человек невозможно рассчитывать в таком соревновании, как плей-офф Кубка Стэнли. Обсуждать, что будет делать Вашингтон в межсезонье, пока не будем. Наверное, для этого будет время уже после окончания плей-офф. Но очевидно, что организация требует серьезных изменений. Это касается состава. Впереди будущий контракт с Александром Овечкиным. Какой он будет, сколько останется денег. Уход Брейдена Холби. Потому что уже был сделан в пользу Николаса Бэкстрима. В общем, в Вашингтоне будет очень интересное межсезонье. И мы обязательно за этим будем следить. А пока, Вашингтон, удачи в отпуске. Переходим к Айлендерс. Поговорим немного об Айлендерс. Я считаю, что в целом серию провели хорошо. Добились результата. Но с точки зрения игры и ее цельности, я считаю, что Айлендерс не такие фавориты в будущем розыгрыше. То есть во втором раунде. Ибо даже такой, как можно сказать, мертвый Вашингтон или полумертвый Вашингтон, создавал им проблемы. И как только Айлендерс пропускает больше двух или трех шайб, уже начинаются проблемы. Как только три, это все сразу проигрыш. Поэтому обольщаться болельщикам Айлендерс не стоит. И я считаю, что Троц, как истинный хороший тренер, понимает эту ситуацию. Следующему сопернику они подойдут тоже ответственно. И надеюсь, что смогут показать хороший хоккей. Таким образом, в первом раунде Кубка Стэнли остались еще две пары, в которых продолжаются соревнования. Это пара между Филадельфией и Монреалем. Там счет 3-2 в пользу летчиков. И серия между Ванкувером и Сент-Луисом. Там счет на данный момент 3-2 в пользу канадцев. На данный момент ясна только одна пара. Что во втором раунде Кубка Стэнли играют Колорадо и Даллас. Все остальные соперники будут известны только после того, как закончатся эти матчи. Таким образом... На сегодня все. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень это важно, потому что я черпаю из этого свое вдохновение. Ну и для тех, моих дорогих, кто досмотрел этот ролик до конца. Осторожно, у вас роман с хоккеем. Всего доброго! Спасибо за просмотр!